Список запрещенных для курения мест в России достаточно широк. Помещения учебных заведений, учреждения культуры, стадионы и другие спортивные объекты, медицинские и санитарно-курортные учреждения, здания органов государственной власти и местного самоуправления. Запрет касается и курения в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах. С сигаретой можно подойти не ближе, чем на 15 метров от входа транспортных объектов. Не курить в баре – это огромный плюс, если вы поставите на мое место себя. Что, в принципе, элементарно. Сидит 10 человек, каждый коптит тебе в лицо, но не очень приятно. Вы сейчас находитесь здесь душно. Представляете, что будет, если будет еще и накурено. Продавцы табачных изделий говорят, сейчас спрос на сигареты не уменьшился, даже несмотря на возросшие цены. Спрос на сигареты не уменьшился. Единственное, что люди еще не привыкли к той разнице, которая была у сигарет украинских и российских. Не всем это нравится, но, тем не менее, покупаем. С 1 июня курить нельзя будет даже в подъездах жилых домов, лифтах и пляжах и автозаправках, а также во всех видах общественного транспорта – самолетах, аэропортах, метро, железнодорожных и автовокзалах, морских и речных портах. В милиции эти жесткие требования поясняют так. За курение в подъездах и местах общественного пользования, а также ближе, чем в 15 метрах от входов в аэропорты, вокзалы, больницы, учебные заведения будут штрафовать от 500 до 1500 рублей. Максимальный размер штрафа от 2 до 3000 рублей установлен для любителей подымить на детских площадках. Отметим, в Украине закон об ограничении мест курения табачных изделий уже работал. Он вступил в силу с декабря 2012 года. Согласно закону, курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов полностью запрещается в помещении заведений ресторанного бизнеса, на детских площадках, в подземных переходах и других общественных местах. Правда, в Российской Федерации требования курильщикам куда более серьезные. Дмитрий Слизовский, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова